Морковь неприхотливый корнеплод, но часто так бывает, что урожай получается кривым и скудным. Есть решение этой проблемы. В первую очередь перед посевом моркови нужно подготовить саму грядку. Для этого в стакане воды нужно развести 3 грамма марганцовки. Полученный раствор выливаем в 10 литровое ведро с водой, размешиваем и лейкой хорошо проливаем этим раствором всю грядку под морковь. Таким образом обеззараживается земля и проводится профилактическая процедура от вредителей. Когда грядка готова, можно сеять семена моркови. Перед посадкой семена моркови заворачиваю в тканевый мешочек. Они должны быть размещены свободно и для каждого сорта предусмотрен отдельный мешок. Мешочки закапываю в землю на штык лопаты и оставляю их там дней на 10 на 14. За это время эфирные масла испаряются и всхожесть семян значительно вырастает. Через две недели семена выкапываю. К этому времени они очень хорошо набухли. Влажные семена выкладываю в глубокую тарелку и пересыпаю картофельным крахмалом. Так семена становятся сыпучими и не липнут к пальцам, а белый цвет выделяет их на поверхности почвы. Для посева моркови я использую обычную пол-литровую бутылку. Закрываю крышкой и таким вот образом делаю небольшие углубления с помощью крышки во влажные поростки. В каждое углубление сею небольшое количество семян. Если семена прорастают все, то частично я прореживаю морковь. Если же несколько семечек прорастают, то прореживать нет необходимости за счет расстояния между углублениями. Затем я влажную землю с семенами присыпаю сухой землей с песком и крядки после посева не поливаю, чтобы на почве не образовалась корочка. Такой способ посадки позволяет однородно высеять семена без необходимости дальнейшего прореживания всходов. Если погода неустойчивая, до появления всходов накрываем грядку пленкой. Семена довольно быстро прорастают и уже через 3-5 дней появляются первые всходы. После появления первых всходов лучше сразу же прореживать морковь, не дожидаясь, когда корешки подрастут. Это делается для того, чтобы меньше травмировать растение. После прореживания поливаем грядку обычной водой и через полчаса поливаем уже важной подкормкой. Готовим эту подкормку следующим образом. Сначала в отдельной емкости растворяем марганцовку до темно-красного цвета. Добавляем сюда 3 грамма борной кислоты, все хорошенько перемешиваем и проливаем грядку с морковкой. Благодаря бору морковь быстро идет в рост, набирает массу и растет довольно заметно. После такой подкормки морковной мухи на грядках нет вообще. В дальнейшем морковь остается только пропалывать. Поливаю я ее редко и умеренно, только в самый жаркий период, чтобы морковь выросла длинная и вкусная. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!